Манипуляция имеет два значения. Во-первых, это сложный прием действия над чем-нибудь или над чем-нибудь при работе руками, ручным способом. Ну, а во-вторых, это, как это называется, помета, да, третий курс знает все пометы уже, поэтому они скажут, да, Полина, что это неодобрый. Это какая помета у нас? Какая? Оценочная, да, экспрессивно оценочная. Поэтому, если в первом значении мы говорим о манипуляции на книжном языке, и когда я обратилась к вам, то это потребовало, конечно же, эрудиции и знания книжного стиля, то, когда Лена Александровна сказала, что есть, ну, видимо, она это, кстати, не сказала, но предполагала, что есть же второй смысл, то это значение мы сопровождали уже оценкой неодобрительной. Итак, это махинация, это проделка. И второй вопрос еще до того, как, собственно, тема предстанет перед вашими глазами. «Посмотрите на этот пост. Есть ли здесь манипуляция?» И это вопрос широкой аудитории. «Если здесь манипуляция?» Мы все серьезно задумались. И суть в том, что... В каком значении, я спросила, вам непонятно. Я могла сказать, когда вы ответили «да», здесь есть манипуляция, потому что женщина берет чеснок, да, выбирает, перекладывает овощи, то здесь в прямом смысле манипуляция есть. И я могла сказать, нет, дорогие мои, я имела совсем другое. Манипулирует ли нами, призывая покупать у бабушек, то есть взывая к нашей совести, к нашему чувству добра, к нашему отношению к пожилым людям, которые копейки зарабатывают, продавая зелень со своего огорода. Но на самом деле, если убрать в сторону все махинации, то здесь нет манипуляции. Потому что даже во втором смысле, обращаясь к нам, автор этой подписи, собственно, просит, он прямо это делает. Он не взывает к каким-то нашим, ну, как говорим мы, лингвисты, к присуппозициям, то есть к какому-то общему знанию, которое у нас уже сформировано. А игра на присуппозициях – это как раз-таки и есть манипулятивный прием. Нет. Здесь прямо говорят – купи у бабушки. Покупаем у бабушек все, что они продают. И не торгуемся, сдачу не берем. И всем понятно, почему. Поэтому я все-таки хочу сказать, что здесь манипуляций нет. И хотите – покупайте, хотите – нет. Никто нас не заставляет, не давит, не угрожает и так далее, и так далее. То есть никаких манипулятивных действий с нами не совершает. Хотите – покупайте. Берем – да, берем. Если у вас есть совесть, ну, это уже другой человек, рецепент, думает, и он развивает эту цепочку. И никто его, в общем-то, не, извините, насилует в этом плане. Итак, сегодня мы поговорим об игре слова и о том, как распознать манипуляцию. И второй курс уже присутствует здесь, прекрасно знает, разобрав уже графические игры как активный процесс, что все это, вот эти все мои игрушки с буквами не случайны. Потому что можно выделить здесь такой элемент, как мани. Манит, значит, нас кто-то заманивает. Ловушку, может быть, да, мы подумаем. Мы видим здесь пуля, я почему-то так случайно. Анечка, заходите, пожалуйста. Аня, заходи. Моя аспиранка стеснительная. Юрий Вячеславович, пригласите, пожалуйста. Пуля я выделила случайно, и никто в манипуляции никаких пулей, в общем-то, ни в кого не направляет, ни на кого. Но в этом слове пуля выделяется. Я совершила какой-то креативный поиск и нашла. Да, но я специально не искала, я просто хотела фигурные скобки поставить, потому что вы знаете, что при графических играх любые мемы, любые изображения, любая символика, в том числе клавиатуры, может сыграть свою скрипку, что называется. Потому что человек, читающий такой текст, обратит внимание именно на выделенный элемент. Ну и для меня это мани, и это та пуля, которая попадает кому-то в разные места, кому-то в сердце, если это поэзия, кому-то и еще кое-куда, если это очень сложный какой-то предмет. Ну вот для меня, например, это высокие технологии. То это будет действительно, может быть, и убийственно. Но хотелось бы начать не все-таки с поэзии. Хотя сегодня мы вовсе будем говорить не о поэзии. Поэзия сегодня еще прозвучит. Но пока я хотела бы обратиться к этим словам. Слово. Как много в нем сокрыто тайн. Резец оживляет камень, кисть наполняет краски живым дыханием, звук пенит нам душу и исторгает из глаз наших слезы. А слово, простое, безыскусное слово, объемлет все. Нет власти. Волшебней и чудесней. Хотелось бы обратить внимание на то, что слово именно простое, безыскусное слово. А мы сегодня будем говорить об искусстве манипуляции. Поэтому я хотела бы оставить простое, искусное, красивое слово для поэзии. А о власти, будем говорить, не волшебной. Но не менее иногда чудесной. Потому что вы прекрасно знаете, что слово может лечить и слово может искалечить. У нас у всех есть то, что здесь вы видите. Каждая из нас личность. И уже сформированы, я думаю, поступления в ВУЗ и цели наши, и желания, намерения, мечты, отношения, установки, интересы. И я под влиянием, находясь во власти этой темы, сегодня ехала в автобусе мимо гимназии. Раньше это была 28-я школа, над которой расположен девиз, видимо, этой школы, плакат. Здесь исполняются ваши мечты. И задумалась. А какие мечты обещает исполнить школа? И все ли мечты исполняются в этой школе? Ну вот как-то закрадывается сомнение. Чьи? Почему? Какая причина? А причина здесь в том, что так глобально обещают исполнить мечты, безоговорочно и всегда во всем следовать мечтам школьника. Итак, цели, желания, намерения, отношения, установки, интересы. Никто не вправе их трогать. Давайте начнем с этого. Если мы уважаем себя как личность, и если не считаем, что мы пока еще не зрелая личность, и уже сложились какие-то мировоззренческие установки, то это неприкасаемая зона, это та область, которую мы должны охранять и беречь. Если мы убедились, конечно, в их гуманистической основе, если мы знаем, что они не принесут вреда кому-либо, если мы знаем, что от этого окружающим будет только хорошо. Но в речевом воздействии, которое мы постоянно со всех сторон окружаем, здесь у нас бодрячий квас в европейском, здесь у нас школа, которая исполняет мечты, ну и так далее, проедемте по улицам города и увидим, и испытаем на себе это воздействие. Так вот, оно может быть как не манипулятивным, так и манипулятивным. И если цели общения наши совпадают, то оно не будет манипулятивным. Почему? Потому что оно прежде всего осознается. И всем, в принципе, можно обращать к любому человеку, члену сообщества свои какие-то предложения, во всяком случае, и действовать на сознание. Согласны? Но обратите внимание на середину этой формулировки, не противоречащие желаниям и интересам объекта. Вот еще один момент очень важный. С другой стороны, речевое воздействие может быть манипулятивным, потому что скрывает истинные цели, не осознается людьми и передается через искаженную информацию и необъективную. И тогда возникает неэкологичная языковая ситуация. Сегодня ученые говорят о существовании новой отрасли языкознания, лингвоэкологии, которые, поверьте мне, серьезнейшие люди. Это и Владимир Ильич Шаховский в Волгограде, это Галина Александровна Копнина в Красноярске, и многие-многие другие. И речь идет о том, что мы можем попасть в эту языковую ситуацию. Она нанесет вред. Чему? Кому? Да, вопрос возникает. Где эта ситуация неэкологичная? Мы смотрим на этот рисунок с вами и видим, что, конечно, слева расположено пространство, которое кто-то постарался разрушить, которое кто-то превратил в голую, безжизненную пустыню. Где мы наблюдаем такие лингвоэкологические, неэкологические, простите, ситуации, где проблемные лингвоэкологические ситуации возникают? Конечно, это реклама, которую я, сразу скажу, очень люблю. Это масс-медиа, которую я очень уважаю. Это политика, в которой нам приходится жить. Каким мы любим, не любим, но приходится. Это соцсети, в которых мы общаемся со своими друзьями, которых знаем, может быть, уже 40, а может, даже и 50 лет, а может, только 5. И это бытовое общение, потому что, судя по нашим с вами разговорам, а вы иногда доверяете мне свои мысли и чувства, я очень благодарна студентам, говорим о том, что, например, родители не всегда понимают нас, детей, а мы не понимаем своих детей. И тогда, я опять прибегаю к поэзии, вспоминается облако в штанах и эти слова Владимира Владимировича Маяковского. Не могу к этому большому поэту здесь не обратиться, потому что мы испытываем именно то, что он выразил, правда говоря, о другой ситуации, ожидая любимую, которая выходит замуж, как вы помните. Нервы, большие, маленькие, многие, скачут бешеные, и уже у нервов подкашиваются ноги. И что же делать, задумывайтесь, пожалуйста, что же делать в такой ситуации? Отключи, пожалуйста. Что же делать в такой ситуации? Мы сейчас с вами посмотрим и послушаем, если получится. Так, а громкость у нас нет, да, до сих пор. Так, ну хорошо, сейчас прокрутится, наверное, да, этот ролик. Давайте я, да, прошу прощения и... Начну сначала. Как я вам, Кирилл Филиппич, удалось понимать такого нервного кса? Ласки. Ласки. Единственный способ, который возможен в обращении лучших существов. Терорик, чтобы понять нельзя. Это я уже читал, я читаю, и буду отвечать. Они думают, что террорик поможет. Так, как вы понимаете, профессору удалось усмирить очень нервного пса. Чем? Не террором и не красным, да? И куда вернуться мне теперь? Здесь у нас небольшая проблема. Я возвращаюсь сюда. У нервов подкашиваются ноги, оказывается, от ласки больше, чем от террора. Итак, первое, на что я обращаю внимание, манипуляция может быть, может заключаться в ласке. Но я сейчас перейду уже от лирики, достаточно, наверное, да, к научным постулатам, постулатам Пола Грайса, философа, который предложил следующие четыре постулата, которые, кстати, считаются основными предпосылками, чтобы общение наше было конструктивным, оптимальным и гармоничным. Итак, первый постулат и его нарушения, которые мы будем с вами отслеживать в разных языковых плоскостях, в разных языковых сферах. Во-первых, постулат информативности требует определенности смысла и ясности. Он требует, чтобы нам договаривали все до конца. Если нам, вы знаете прекрасно, что если одна что-то хотят, то могут скрыть какую-то сторону, которая нам закроет, допустим, вход для выполнения заданной задачи. И тогда мы ее просто не будем делать. Давайте посмотрим, какие существуют примеры. Итак, давайте обратим внимание на текст. Это масс-медиа, это издание газетное «Русский репортер» Аделаида. Речь идет об Аделаиде. В Аделаиде, извините, огуречное поле пострадало от рук вандалов. Неизвестные уничтожили 700 саженцев-огурцов. Ущерб составляет около 7 тысяч долларов. Но кто же такие огуречные вандалы, мы не узнали. Почему они напали именно на данную сельскохозяйственную культуру, то есть на огурцы? Вопрос, конечно, тоже интересный, но может быть не такой важный. Но тем не менее, этого нет в сообщении. Далее. Очень внимательный читатель подумает. Может быть, это тенденция австралийской общественной жизни? И там всегда вандалов называют тех, кто нападает на сельскохозяйственные угодья. И почему вандализм, вот самый-то главный вопрос, как уничтожение предметов культуры, относится к овощам? Почему это не, например, не отнести к каким-то памятникам культуры, чтобы было бы, естественно, более понятно? Ясно и точно. Итак, мы с вами что делаем, когда анализируем вот эту манипулятивную технику? Ну, эту, не эту, здесь не так еще страшно, конечно. Мы устанавливаем соответствие с вами и несоответствие. Всегда. Осознаем мы это или нет. Но соответствие чему? Дело в том, что мы же устанавливаем соответствие нашим представлениям об этом понятии. Вот о вандалах. Хорошо, что у нас общее. Поэтому нам кажется, что к вандалам это выражение неприменимо, это слово. Правильно? И это общая пресуппозиция. Но если мы устанавливаем соответствие, опираясь на нашу еще не полную картину мира, то мы тоже можем сделать ошибку. Спокойно. Спокойно сделаем ошибку. Постулат ясности. Второй постулат Пола Грайса, к которому я перехожу. Если слово двузначное, как мы сегодня видели, то, как манипуляция, да, то нужно осторожно им пользоваться, потому что тебя могут поймать на лжи или на, действительно, манипуляции. Итак, обращаясь к масс-медиу, это февраль 2016 года. В феврале, примерно 9 февраля, я обратила внимание, не знаю, почему-то именно этот день запомнила на всю жизнь, читала сообщения о том, что эти ларьки у московских метро, которые за последние 15 лет, наверное, уже намаячили голову, там была всегда грязь, там всегда были какие-то подозрительные темные личности. То есть никаких положительных эмоций. Там можно было купить все, наверное, что угодно, в том числе предметы какой-то первой, наверное, кому-то необходимости. Но я тоже сейчас недоговариваю, и в какой-то степени я не то чтобы манипулирую, но я подталкиваю вас к оценке этих ларьков, даже если они вам не очень надоели. Тем не менее, открываю я источники информации, датируемые этим днем, и в одном источнике я читаю, что начался демонтаж самовольных построек. И думаю, так, как же они 15 лет стояли, они же самовольные оказываются. Как же так? Дальше, в другой газете я читаю, объявлена война с ларьками, и это отлично. В другой, в третьей газете я вижу, что происходит зачистка города от павильонов, и наблюдается градоустройство. Но прихожу на страницу других новостей на другом сайте, и вижу там градоустройство. Вот правда, не подбирала я, это не в одной статье. В одной градоустройство, в другой градоустройство. Отличаются, сами знаете, да, паронимические здесь сближения мы наблюдаем, но пропасть между ними огромная. И, наконец, это благоустройство пешеходных зон, и кто бы это не приветствовал, собственно, да. Только вот ночь длинных ковшей как-то так в сердце немножечко так стучит, ну, как-то, да, эти длинные ковши и ночью, и все это так делается не очень, да, красиво, и страшно даже как-то стало. Пришли с ковшами длинными, все снесли. Вот видите, сколько эмоций и сколько реакций может разнообразная пресса. И вот это медиакартина одного дня. Как не запутаться человеку в ней? Поэтому о какой ясности здесь можно говорить в нашей медиакартине мира? Перехожу к третьему постулату. Это постулат связности, и он говорит о том, что для того, чтобы действовать на сознание и доносить информацию человеку, нужно говорить связно, последовательно, не делая логические скачки, не противоречивая себе, потому что тем самым мы его запутаем. И некоторые умеют это делать просто мастерски. Не очень страшный текст, тоже здесь покажу для того, чтобы вы задали вслед за учеными вопросы. Витхуки арестовали таксиста, который пришел в полицейский участок жаловаться на то, что в его авто врезалась машина полиции. Получив отказ, он сфотографировал офицера и тут же оказался за решеткой. Ситуация более чем странная, но в принципе допустимая. Какие вопросы у читателей возникают? Во-первых, действительно ли автомобиль таксиста пострадал от полицейской машины? В общем, не фотографии, во всяком случае, как многие персональные журналисты это делают и достают, и оказываются в эпицентре событий. По какой причине он оказался за решеткой? За то, что он сфотографировал офицера? Или за то, что в него врезались? Может быть, он еще и завершил какое-то автонарушение? И означает ли это, что в Набибии, потому что события именно там эти наблюдались, в Набибии запрещено фотографировать, может быть, сотрудников полиции? Я могу и так подумать. А почему нет? Есть страны, где это делать, просто, видимо, нельзя. Ну и, наконец, постулат истинный, самый любимый мой постулат, потому что вокруг наблюдаются постоянные нарушения, неточности, гиперболизация. То есть вот эта вот мерка, ну а гиперболизация еще я назову, это как политическую уловку. Но сейчас мы говорим просто о неправде или о вранье, как говорят многие журналисты и писатели. И я хочу продемонстрировать это роликом, эту неправду проиллюстрировать хочу. Я и Слава Николаевна прошу помочь мне нажать нужные кнопочки. Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в 20 веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа... Итак, у нашего народа имеется одна лишняя хромосома. Я буду выполнять роли участников этого ролика. И так далее обращается журналист к эксперту, психиатру, генетику даже вернее, и спрашивает, вот как же так, если может такое быть, что у российского народа есть еще одна хромосома. И тот объясняет, дает интервью, что простите, ведь лишняя хромосома свидетельствует... Дальше идет до продолжения. И, наверное, можно послушать... Ну, нет, уже звука. Есть? Спасибо. 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 Когда появляется лишняя хромосома, это, как правило, вместо пары присутствуют и хромосомы. Это, как правило, для достаточно свежего талония. Ну, самый известный, например, это прицамет и хромосомы. Это, так называемый, сенантално тяжелейшее заболевание щитейки, но у нас еще нарушение, так называемый, головой хромосомы свидетельствует, ну, которые появляются... Света так переключу снова на презентацию. Спасибо. Итак, все понятно, да? Какую лишнюю хромосому Мединский обнаружил. Поэтому, кстати, комментатор сказал, в наушном мире. Обратили, может быть, внимание, когда он произносил слово научный, то не в научном сказал, а в наушном мире. Но самые распрекрасные уловки мы находим в рекламе. И перед вами три тактики манипулятивные, о которых мы сейчас с вами поговорим. Итак, первое – это подмена целей. Кто какую цель преследует, вступая в рекламную коммуникацию, можно, конечно, об этом говорить долго. Но все-таки согласимся с тем, что основная цель рекламодателя – привлечь внимание, заинтересовать, удержать это внимание и стимулировать, собственно, сбыть своей продукции или услуги. И заинтересовать, конечно. Вот это его цель. Да? Согласны? Сейчас чуть позже посмотрите и определите эти тактики. Я попрошу вас найти эту уловку. Вторая тактика и вторая уловка – это надевание маски. Вы знаете, что когда кому-то что-то от нас надо, то он может надеть маску. Он может надеть маску доброжелательного, но потом через час он уже будет на нас смотреть. Я почему говорю так? Потому что эта маска, когда снимается, и человек получает то, что он хотел, то за маской обнаруживаются абсолютно пустые и очень корыстолюбивые глаза. Он получил свое. И все. Но пока маски не такие страшные, буду показывать. И игра с мотивом, например. Мотив – это «почему?» Отвечать на вопрос. Почему? Если цель отвечать на вопрос «зачем нам это надо?», то почему мы это делаем? Почему мы вступаем? Будет прекрасный ролик. Если он будет демонстрироваться нормально, вы получите просто истинное наслаждение. То есть не все так страшно, если мы все это распознаем. Вот о чем я хочу сказать. И об этом нужно говорить. Вот и иллюстрирую я вам, наверное, мотивы, на которые направлена современная реклама. И я сегодня, как и в предыдущей лекции, использовала один слайд из презентации Сбербанка. Сбербанк провел исследование молодежного сознания с целью получить информацию, как же на нее воздействовать. Как привлечь ее к участию в работе этого банка, как добиться хороших вкладов. И вот я обвела и отметила галочкой, обратите внимание, что нужно молодежи. Не нужно в коммуникации апеллировать карьере и карьерному успеху в целом, к амбициозным целям, которые, подчеркиваю и делаю паузу, достигаются упорным трудом. А надо отсылать к удовольствию и счастью. Итак, мы приплыли, я бы сказала, к гедонизму. Сегодня гедонизм – это то, что заставляет всех в свои винтики и в рекламе, и в масс-медиа крутиться очень быстро и искать креатив. Потому что сегодняшнее сознание по наблюдениям ученым – гедонистическое сознание. Сегодняшнее стремление – гедонистическое. Не сидеть ночь и учить, как делают очень многие студенты. Я знаю, я люблю таких студентов. Трудолюбивых, выносливых, в смысле, не капризных и не избалованных. Потому что избалованные и капризные скажут, а лучше я полежу и посмотрю интересный ролик, чем буду учить эту стилистику, например. В стилистике, конечно, нет такого отношения, и я ее стараюсь не нудно все-таки преподавать. Но, тем не менее, есть серьезнейшие предметы. Студенты это знают, поэтому приглядываются. Итак, к удовольствию мы стремимся и к счастью. Вот, пожалуйста, скажите, есть здесь уловка или нет? Да, потому что… Ну, конечно, наши преподаватели все знают, я в этом не сомневалась. Во мне кто-то заботится. Это чья цель? Ваша или реклама? Реклама, конечно. Она все делает для вас? Это моя цель. Я хочу, чтобы во мне кто-то заботился. Ну, вы же не говорите, моя цель – получить заботу. Реклама всегда думает. Это ее цель. Думать о нас. Тефаль о нас тоже думает, кстати, помните? Да. Всегда о нас думает даже ночью, поэтому мы очень благодарны и идем за сковородкой в ближайший супермаркет. Итак, я демонстрирую просто уже… Я утрирую, конечно, это воздействие, но оно есть, и я его наблюдала, поверьте. Итак, я считаю, что здесь все-таки подмена целей. Это не цель покупателя – думать о нас. Если мы сами о себе не позаботимся, не заработаем на Тефаль деньги, то никто о нас не подумает и нам не подарит, не принесет домой эту сковородку. Итак, переходим к следующей тактике – надевание масок. Сначала я хотела убрать эти театральные, даже не театральные, а, скорее всего, маскарадные маски, и показать очень страшные маски. Одну черную, другую золотую. Но лучше решила остановиться на таких приятных, потому что мне тоже свой стингедонизм, и я тоже им страдаю. Мне тоже хочется, чтобы вокруг были цветы, и только добрые люди, и глаза, которые верят, и которые пойдут, которые обещают пойти, во всяком случае, за мной, если я их позову в хорошую, конечно, сторону. Итак, это информатор, это комментатор, собеседник, советчик, эмоциональный лидер, ну и дополнительно, может быть, наставник и трибун, особенно в политической рекламе. Вы вспомните Жириновского, какой-то прекрасный трибун. И давайте посмотрим на два рекламных сообщения, предложения, которые я сначала, сразу скажу, думала манипулятивное, но потом оказалось, что оно не манипулятивное. Итак, автомобиль десятого семейства «Лада» – самый покупаемый в России марки легкового автомобиля. Честно говоря, это выражение у меня вызвало сомнение, потому что, ну вот «Ладу» я не купила бы, вот. По себе, да, сужу? Но, но, я открыла, вернее, я пошла в интернет и набрала рейтинг продаж автомобилей. И оказалось, что действительно в России на первом-то месте «Лада». Это к тому, что доверяй, но проверяй, и не очень надеясь на себя, да, то есть не плашай, пожалуйста, а проверяй прежде всего. И не всегда сомневайся. Вот такой у меня антипример. Но внизу, конечно, не позволяя возрасту менять твои правила, это хороший совет, наверное, ну не знаю, консультанта, может быть, даже и подруги, доброжелательной, конечно же. Вот еще одна, я считаю, две даже, да, здесь улов. Итак, Земли осталось немного, путешествуйте сейчас. Поверьте, это типичный слоган предложений турагентств. На нескольких сайтах я увидела это обращение. Земли осталось немного. Сначала я подумала, что, наверное, планете грозит катастрофа, если я сейчас вот в это лето, да, не успею куда-нибудь съездить и попутешествовать, то уже не найду вот этих вот, например, да, и начинает фантазия работать, чего я не найду в Швейцарии, чего я не найду в Испании, и да где угодно, хоть в Австралии или Африке. Фантазировать можно о чем угодно, это наше право. Но то, что Земле осталось немного, я думаю, что это фантазия не рациональная. Это угроза натуральная. И если хорошо, во втором случае, вы скажете, во втором значении воспринимать, Земле осталось немного, то есть приватизировать ее, что ли, все приватизируют, то есть она вся будет частная, в частной собственности, и там могут не разрешить путешествовать, то здесь какую-то долю правды я, конечно, допускаю. Ну, некоторые студенты-рекламисты, которые тоже изучали стилисты, они говорят иногда, да не надо задумываться, и даже если мы понимаем, это даже прекрасно, нужно обманывать потребителя, нужно его помещать в такую необыкновенную плоскость, и никакие постулаты, это я уже сейчас делаю вывод, никакие постулаты не нужно здесь применять. А второй слайд, не покупай машину, второе рекламное обращение, не покупай машину, купи места в центре событий. Ну, вы все прекрасно понимаете, что нужно купить места в каком-нибудь стадионе, посмотреть футбольный мяч, матч, и тогда, и тогда мы можем выиграть Hyundai Solaris, и уже не стоит, наверное, покупать машину. Сколько человек выигрывает лотереи? Можно поднять статистику, и все равно надеяться, что ты будешь тысячами, тысячами, каким-нибудь ста тысячи, да, девятисот, девяносто девятым человеком, и счастливчиком в смысле, да, вот в этой очереди за машиной. Но то, что машину не надо покупать, я думаю, что добьются этого рекламисты. Наверное, такой вывод многие могут сделать. Но главное, уловка, Слава Николаевна попросим видеоролик включить. Я просто наслаждаюсь этим роликом и предлагаю вам тоже насладиться. Да, последний этот ролик у нас. И он о многом скажет нам. Сомневайтесь о меня. Я приду с вами дальше. Считайте, не могу ли там. Я буду учиться на своих ошибках. Не вызывайте Клахим Ацон. Мои детей будут лучше и лучше. Говорите, что мой бизнес ссад, я открою еще одну. Ты сидишь, ты сидишь, ты сидишь. И я поэтому не могу больше. Попробуйте. Я не сделаю право по запасу. Закрывайте ребенка, я беру другую. Забирайте моих сотрудников. Я воспитаю вам. Попытайтесь меня сломать. Вы сломаетесь, а мой характер. Предприниматые любители с удовольствием. Поэтому их невозможно в постановлении. Судесно, правда? Какую роль играет во всем этом модульбанк? Наверное, в продуцировании идеи. Она креативна. Почему? Потому что этот ряд, хотя и однотипный, не заставляет скучать, во всяком случае. И каждое новое предложение мы видим здесь, в истории текуру, знает синтаксический параллелизм. Второе тоже, надеюсь, что такое синтаксический параллелизм. И мы видим неожиданное присоединение, противоположное антитеза. По сути, это параллелизм-антитез. И этот стилистический прием здесь работает. Он работает для тех, кто знает, что все можно повернуть в ту сторону, в которую мы хотим идти. Он работает для тех, кто чувствует ритм. Он чувствует ритм времени. И он чувствует свои силы, прежде всего. Причем здесь модульбанк, я не знаю. Но, наверное, он тоже свою лепту вкладывает в это. Уловка заключается в переакцентуации. И суть переакцентуации в том, что с одного, то есть с одного, как мы можем назвать, приспозиции, допустим, то есть приглашения пользоваться услугами модульбанка, о котором, да, никто, наверное, из сидящих здесь не слышал, переакцентуация наблюдается в какую сферу? В сферу жизни молодых людей, у которых вся жизнь еще впереди, да, и я просто вижу здесь именно обращение к молодежи, видимо, их модульбанк привлекает больше. И вот эту стойкость, этот железный стержень в людях, которые мы все уважаем, то есть тех, кого не сломить ничем. И здесь целый ряд, целый каскад, да, вот этих посягательств на личность, на его успех и готовность бороться со всем этим. Вот здесь я оценила. Скрытое сравнение – это классические примеры для вас, потому что не все мы задумываемся, что на самом деле скрывается сравнение. Оно может быть смещено, то есть телефонный Samsung – это лучшее, что может дать 100-го... Связь не дает телефонный, согласитесь? Связь сама по себе. Разве она телефонный? Samsung дает. И это смещение. Далее, расширенное сравнение, посмотрим. Никогда еще качественная мобильная связь не была такой доступной. Хочется спросить, даже в 19 веке, да, никогда еще не была. Новая идея здоровья, идея новой жизни – это не определенное здоровье. Единственное, что здесь, как плюсом можно... Вы, кстати, я не исключаю, что все время, когда вы меня слушаете, у вас возникают такие... И мы взаимодействуем, я не против этого. Я говорю о минусе, у вас возникает плюс, то есть положительное что-то вы нашли. Я подчеркиваю, наоборот, положительное, вы видите в этом что-то еще. То есть мы вместе создаем эту картину мира. И поэтому надо общаться, выполняя по столу, отыграясь и истинности, и ясности, и определенности информативности. И не держать камень за пазухой. Ну, или другой фразеологизм можно еще вспомнить. Итак, новая идея для здоровья. Хочу сказать, что здесь не худшая из рекламных слоганов, потому что идея новой жизни нас все-таки вдохновляет. Кстати, вот этот ролик о модуль банке называется «Вдохновляющее видео». Но вдохновляет оно не пойти в модуль банк, правильно? Вдохновляет на то, чтобы противостоять стихиям, противостоять всему, что нам мешает. Но неразрушительно двигаться вперед. И, наконец, отдельно я здесь привожу рекламное выражение, в котором указывается на прямое. Здесь есть уже прямое сравнение. Но каково оно? Взять кредит так же просто, как выбрать книгу на полке? Это просто? Ну, я бы сказала, что, во-первых, книгу взять на... Я не согласна с этим высказанием по всем критериям, потому что книгу на полке взять не очень-то просто. И мы часами раньше простаивали... Я сейчас, кстати, люблю вспоминать прошлые времена. Ходили в библиотеке или в книжном магазине, ну, в хорошем Москве, допустим, и выбирали эту книгу. Ну, выбирали, потому что денег немного было, да, например, в студенчестве, и мы не могли все выбрать. Нам нужно выбрать было ту, которую мы могли себе позволить на стипендию купить, да? Вот. И в библиотеке мы уже знали, что мы принесем, мы можем попасть в просак, принесем мне ту книгу, не станем читать ее и принесем обратно эту связку в 10 книг. Поэтому мы уже в следующий раз ищем ту, которая нам нужна. Если так же просто взять кредит, то, наверное, это правда. Но люди-то думают, что взять кредит крайне просто. Ну, попробуйте и убедитесь, не дай бог, может быть, даже, убедитесь, что придется и пошевелиться. Политические уловки, о которых я тоже не могу не сказать, но не буду останавливаться на них подробно. Перед вами представлены все возможные тактики, может быть, даже не все, конечно. Это, прежде всего, гиперболизация, например, успеха государства, которым мы можем жить. Это будет потасовка фактов. Можно уклониться от ответа, как вы знаете. И если вы видели, может быть, ролик о том, как одна студентка поставила в тупик замминистра сельского хозяйства. Я перескажу. Это, правда, не совсем политическая была беседа. Она спросила замминистра, который на брифинг какой-то приехал и к студентам. Ну, и студентка, видимо, была обижена чем-то. Она приехала за 5000 километров учиться в Москву, естественно, за платную учиться. Она спросила его, скажите, пожалуйста, чем отличается сахарная свекла от кормовой? Ну, не стала скачивать. Вы знаете, он начал рассчитывать, ну, сахарная, но ее едят, у нее много разных сортов. Проверьте потом, может, память меня подвела. И у нее много есть разных сортов, у сахарной свеклы. Вот. И внятного, четкого ответа, к сожалению, студентка не получила. Как же так? Я за 5000 километров приехала, чтобы изучить вот сельскохозяйственную науку. По сути уклонения можно было дальше проследить от ответа. Было там и уклонение. Компрометация. Мы все недавно прошли через это, да, когда ознакомились с предвыборной агитацией, поэтому ее иллюстрировать нам не нужно. И, наконец, создание имиджа. Здесь я хочу обратить внимание на то, что имидж можно создавать искусно, а можно искусственно. И только в этом, наверное, заключается для нас опасность воспринимать такой имидж и верить ему, когда это искусственное создание имиджа. Здесь представлены самые популярные типы имиджа. И это может быть борец коррупции, это может быть патриот отечества, это может быть рубаха парень, а также тот, кого носит на руках. То есть гуру, кумир и идеал. Кого вы выбираете? Как с этим совсем бороться? Прежде всего, я хотела бы обратиться к посту, в котором два противоположных факта предлагается прочитать. Один черным цветом представлен, другой красным. Просто опровергать. То есть вот то, что мы должны отвечать на уловку. Но опровергать фактами. Вот ложь, победу над Гитлером обеспечили в основном западные страны. Ложь, которую сейчас распространяет, в том числе Украина, обеспечила победу. Это ложь, которая распространяет сейчас просто, не знаю, точечно или глобально. И факт. Сколько было задействовано дивизий против СССР? 200 было задействовано. США, Англия уничтожила в 8 раз меньше гитлеровцев, чем Красная армия. Наверное, вот этот факт все-таки нужно принять во внимание, чтобы опровергнуть эту ложь. Как же нам справляться? Еще хочу сказать о том, что с уловками можно справиться, если знать о них и если распознавать их. Здесь их 5, я взяла только 3, и это еще только минимальное количество этих уловок. Давайте остановимся на нескольких. Первая уловка в бытовом общении, в обычном, может быть, в политическом, в рекламном, каком угодно. Это туманные намеки, которые имеют целью запутать, и если это делается технологично, то есть ставится цель специально, собеседника запутали, чтобы добиться желаемого. Как же ответить? Я долго искала эти ответы, потому что сама часто попадаю в ситуации, когда понимаю, что попала на удочку или зря поверила. А вот теперь, помню, был Гермес, такое заведение, и все покупали в 90-е годы акции. И я одна из тех, кто купила одну единственную акцию Гермеса, которая, естественно, где-то растворилась во времени и в пространстве. Но люди проиграли, конечно, больше, да, и здесь уже можно только сказать себе, слава Богу, да, Бог, что ты взял у нас только это. Итак, нам запутывают нас, вы чувствуете, что что-то здесь не так. Подозревайте это. Но вы проверьте, кстати, мой совет не всегда доверять первому чувству и первой своей реакции. не могли бы вы выразиться поточнее, спросить нужно этого человека, или что вы имеете в виду вот под этим, или вы о чем, уж совсем простой вопрос, а вы о чем? И тогда этот человек окажется в ситуации, где он не сможет опять запутывать. Конечно, он может попытаться это сделать, но вы его поставите в определенную ситуацию. вторая ловко в обычном общении заезженная пластинка нас берут из мора. То есть постоянно Сбербанк, например, меня просто извел уже предлагая золотую карту кредитную. Это что-то. Звонят, встречаются, приезжают на работу, что угодно готово. При этом в договоре они показывают на вот таком листочке А4 4 такие расположенные странички маленькие-маленькие. Я говорю, дайте я дома с Лупой почитаю договор. Далее. Лупу не нашла, очков у меня пока нет, поэтому мне ну бинокль такой просить у кого-то нужно было пойти по соседям. Но не думаю, чтобы нашла. Поэтому, когда в следующий раз да, и где документ, я спрашиваю молодого, приятного человека, который учился у нас на спортфаке в нашем университете. Я говорю, где ваш документ, что вы из Сбербанка? Ну, пока не выдают, пока не выдают, делают, делают этот документ. Я вам начальника приведу. Приводит начальника, начальник, такой же молодой человек, как и он. Единственное, что могло стать, у них зеленые галстуки были, как в Сбербанке. Вот. Но я, конечно, отделалась и сказала, что я не собираюсь сейчас, в скором времени. А там нужно, знаете, какая была, кстати, одна тонкость? Дело в том, что вот этой золотой картой, которую не все далеко предлагают, можно было только расплачиваться через терминалы. А если бы я наличными хотела, например, что-то купить, то, конечно, на эту кредитную сумму, то я не смогла бы этим воспользоваться. И куда бы я с этой картой пошла? Ну, они успокоили, кстати, они сказали, ну, пусть она у вас лежит, ничего страшного нет, ну, не используйте, не используйте. Но это не моя цель собирать эти карты, правда? Не наша цель. Итак, берут из Мора. Как ответить? Конечно, нужно оставаться корректным и высказать желание помочь, если, ну, человек уже не зря, он хочет заработать, это понятно. Конечно, ему можно объяснить, что мы хотели бы помочь, но сделать ничего не можем. И третья, последняя ловка, которую мы часто встречаем, и примеры я приведу чуть позже, это искажение или подмена мыслей. Наверное, лучше тоже сказать сразу, давайте перейдем от слова к делу, и хватит уже, ну, ему сказать, лингвистической косметики не нужно, потому что люди вас не поймут и подумают, что вы ими тоже манипулируете. Поэтому под лингвистической косметикой и метафоры понимаются, мы сейчас на них посмотрим, и перефразы, и интертекстуальные знаки, все, что вуалирует истинный смысл. И вот они перед нами представлены. Все, вся эта косметика, но мы ее знаем только в положительном ключе. Мы со студентами их изучаем, мы распознаем ассоциативно-образные смыслы, и это уже высший пилотаж, вича творчества, потому что использовать, придумывать новые слова, какой-то находить ассоциации в нужном направлении. Это ведь творческий труд. Нигде это не написано, нигде кого-то скопировать, может быть, можно, но это будет уже не уникально. Итак, давайте посмотрим на четыре последних, по-моему, у меня слайда, которые нам расскажут, откроют механизмы создания этих смыслов. Во-первых, метафоризация. И когда нам говорят, что наша экономика больна, ну, хорошо, в кризисный, да, период, что она больна, и что банкам, дав банкам вкусить свежей крови, как вампирам, да, мы уже там не сможем что-то, то это уже будет, конечно же, косметика лингвистическая. И это будет метафора. Пожалуйста, мы падаем в пропасть. Почти романтично. А выход идет по очень пологому склону. По очень пологому. Вот это косметика. Уподобление. Посмотрите на эту страну Гулливер с ее зарплатами лилипутами. Может, кому-нибудь будет стыдно, кто посмотрит этот ролик. И это уподобление. Да, берется, книжная, здесь все невинно. Здесь берутся прекрасные герои детской книжки о Гулливере и лилипутах, которые так неравнозначны по объему. И это перефразирование, потому что природная лечебница это уже, например, минеральный, да, какой-то источник, куда нас приглашают поехать. Я здесь, конечно, манипуляции не вижу в данном случае. И это может, как вы видите по примерам, не всегда направлено на воздействие. Всегда. Сто процентно это воздействует. Несочетаемость у меня рекламная, милая реклама. Праздничные цены. Давайте пойдем в праздник магазина и посмотрим, какие там праздничные цены. Знаете, наверное, да? Именно в праздничные цены мы просто обожаем. Заряди, они так растут, как, наверное, не знаю, не буду уподоблять. Заряди свежестью. Свежестью. И здесь хороши такие сочетания тем, очень много там звол свежести есть, например, зарядись свежестью фа. Такие сочетания, где есть несочетаемость поликсемы, то есть слова, которые изначально невалентны другим словам этого ряда. То есть, что значит невалентны? Они не предполагают такое словесное окружение, они не могут сочетаться. Но мы заряжаемся и свежестью, с удовольствием. На следующем слайде представлено творчество тех, кто сочиняет новые слова. И мы здесь очень много видим примеров с разнообразными механизмами. Во-первых, функция дисфемизации, то есть унижения, то есть уничижения еще. Да, дисфемизация это о хорошем плохо сказать, принизить собеседника. Сказать, вместо того, что он отличный работник, добросовестный человек, так вот его погладить, например. Вот вам междусловное наложение. Это дисфемизация. Междусловное наложение это нарушение закона, это нарушение принципа соответствия, адекватности. Итак, междусловное наложение. Футбол утоляющее и футбол плюс утоляющее здесь есть. Сумасшествие. Что можно назвать этим словом? Трудно сказать, но я думаю, что и цена здесь как-то ассоциативно участвует в создании этого смысла. Но в целом сумасшествие на такой сумм, где может сойти с ума. Детсадизм. Так называлась статья о том, как работники детского сада били и заказывали жестоко детей. И это действительно можно считать детсадизмом, потому что он в стенах садиков наблюдался. Ну конечно не так глобально, но случаи были. И таких педагогов конечно нужно наказывать. Повтор согласных мы видим. А фокус бонус, не фокус, а именно бонус в рекламе. Это игриво, это игровая вернее ситуация. Контоминация, то есть соединение. Посмотрите, как иронично высказались о таблетках, назвав статью, журналисты. Не таблетки для похудения, а таблевки для похудения. И выделение прописными здесь корня, вернее, кажущегося корня, мы должны думать, что это корень на самом деле, да, никакой здесь блеф не корень, но это действительно блеф. Дети плагиата, насколько плагиат превращается в ад и для кого, вот здесь правда трудно понять, да, потому что плагиат это будет гореть, значит, в аду тот, кто ворует у авторов его труды. И вот дети этого плагиата, те, кто, наверное, на это, может быть, наживаются, пользуются и так далее. Американская акция по счастливливанию Ирака, точнее, не скажет, здесь тоже ирония и тоже диссимизация, но она здесь адекватная, я считаю, потому что спасибо американцам, да, счастливили, ну, не буду продолжать, все-таки область политики достаточно сложная и доказать здесь, что Ирак так и счастливили, в кавычках, что уж дальше некуда, наверное, ни к чему. Тем более, как бы здесь не авторитет, не специалист. Тенденции к экономичности мы наблюдаем в креативе слообразовательном. Создаются слова, усекаются универбами, мы их называем, то есть слова, которых суффиксы сечены и образуются, может быть, какие-то обычные слова. И можно по этим моделям создавать продолжаста идиотека, да, то есть какое-то явление, где нас не понимают или какие-то вопросы странные сдают, мы называем идиотекой. Нулевая фиксация, нулевой суффикс, аффикс или суффикс здесь не нужен, собственно, прикид, он и есть прикид, а наив, сами расплачиваетесь, да, если страдаете им. Такое вот злое слово, наив, мне кажется. Усечение, пожалуйста, сплошь и рядом, калаш. Ребята, меня просветили, с вами Ольга Ивановна, это не автомат калашникова вовсе. Я говорю, как же не автомат? Это какие-то в игре в компьютерной так называют какие-то бойцов каких-то, калашами, те, кто бегают с автоматами. Вот они калаши. А я говорю, а я думала, что это автомат калашникова. И зачем его калашом называть и человека заслуженного оскорблять его фамилию, да, так усекать. Ну, это такие в креативе возможные последствия. Ну, и, наконец, экспрессивное своеобразование мы видим. Здесь еще раз у меня и рак почему-то, сплетни собирательницы и слабоголосие. Это о наших певцах слабоголосие. И префиксация, например, не журить и не выполнять функцию жюри, а пожурить. Пожурить на конкурсе. Интертекстуальные знаки, третий обозначенный был мой речевой креатив, я покажу только на фразеологизмах, потому что здесь очень большой объем, можно сказать, материала, который нужно приводить, да, как бы, сжимая до одного слайда. Поэтому на фразеологизмах показательнее будет. Буквализация. То есть произносим фразеологизм с буквальным смыслом. Работает с огоньком, пишет журналист, и ради бога. Замещение. Вот опять реклама. Береженова не бог, а страховка, оказывается, бережет. Подметили интертекстуальный знак темы хорош, что нас помещают, не мы сами помещаемся, а нас помещает тот, кто креативит, в то поле, откуда берется этот интертекстуальный знак. И та пресуппозиция, то есть это знание первоначальное тоже на нас действует. Бог береженого бережет. Мы знаем это, верим этому. Но и страховку, значит, тоже входит в число наших оберегов, скажем так. усечения, может быть, не конец дела у Венеца, дело у Венеца, это им все сказано, добавление, депутаты сели не просто в лужу, а наши депутаты, помню, как-то писали в газете, не назову сейчас издание, год и даже дату, они сели в грязную лужу. И контаминация, мы видим контаминацию в креативе, кто победу все-таки потерпел. Да, бывает и так, ее терпят как поражение почти, то есть победа приравнивается к поражению. Нужно ли так считать, победитель пусть сам решает, но налицо однозначно принижение. Ну, если человек поставил такую цель, то в этой манипуляции может сработать все, и даже замена, и даже соединение двух фразеологизма, да, здесь контаминация, потерпел поражение и одержал победу. Вот взяли слово с первого и слово из второй части, таким образом обыграли. И, наконец, логика, да, наша бедная логика, которую мы всегда взываем, но не всегда получается. Обратим внимание на то, что может быть часто неправильное сопоставление, то есть, да, люди сопоставляют, вот в этом прозрачнейшем, примитивнейшем примере, но он налицо, по нему можно, как сказать, научиться, да, с его помощью можно научиться распознавать это неправильное сопоставление. Даже если мы не видим этого сопоставления, его, собственно, где оно, под текстом, в подтексте, несмотря на свою молодость, он считался самым умным человеком, почему он не может быть, даже если молодой, самым умным? Мы знаем, что это возможно. Ошибка двойного смысла, это второй механизм. И здесь я обращаюсь к Антону Павловичу Чехову, который двусмысленно выразился, но так, что все поняли, конечно. В детстве у меня не было детства, то есть того тепла, той ласки, той любви от родителей, которые получают живущие с ними или леем их ими. Но вот у Чехова его не было. Употребляются взаимоисключающие понятия. Если мы пропустим, мы можем, читая новость, пропустить это. Неправильно устанавливают причинно-следственные связи иногда, тоже обратим внимание, давайте на это, потому что здесь, конечно, шутливый у меня примерчик из журнала УПС, по-моему. Потому что я искала афоризмы в свое время к одной конференции в Москве и листала журналы, в том числе Эль, УПС, то есть молодежные меня интересовали журналы. И вот там на полном серьезе. Простите за усечение опять же это у нас что там нет, не универп, это нулевая фиксация серьезно-несерьезно-серьезно-серьезным тоном, хочу сказать. Единственный способ перевоспитать эгоиста, стать им. Ну, наверное, только кто становится при этом, не эгоистой становится, и кто кого перевоспитывает. Вот сразу красивое, но если вдуматься, то как бы парадоксы я здесь не... Ксаза парадоксальная, но я не вижу. Неправильно установили, я считаю. Ну, для шутки, шутки ради. И парадоксальность, которую мы видим, манипулятивного здесь нет, это пример именно сильного парадокса, того, который может привлечь внимание и вдохновить даже нас на какие-то, может быть, поступки. Но кто-то, может, и найдет манипуляции. Давайте демонстрировать нашу слабость. Итак, я подхожу к концу нашего нашего общения и хочу вам сказать, что после всего того, что вы увидели, услышали, о чем мы с вами сегодня поговорили, вы можете выбрать любую из этих фраз и отнести к себе. Я надеюсь, что это будет не первый вариант, потому что Николай Васильевич Гоголь не знаю точно, до кого, может быть, имел в виду, но мне очень нравится эта фраза «смотреть недумающими глазами». Как много людей, читателей прессы, пользователей соцсетей смотрят на эти, на пост, который предлагают, на ролики, на модные англицизмы, американизмы, на доводы тех, кто сегодня разрушает памятники нашим воинам-освободителям при Балтике, например, в Польше и так далее. Ведь все это возможно потому, что окружающие на это смотрят недумающими глазами. Как заставить глаза думать? Конечно, речь идет не о глазах. И вы прекрасно понимаете, что здесь не манипулятивно. Николай Ваксильевич, гениальнейший, да, писатель наш, я говорю, наверное, я здесь не манипулирую и считаю его нашим. Он говорит о том, что думают глаза тогда, когда мы не попадаемся на удочку недобросовестным манипулятором и остаемся на своем и остаемся при сравнении, если считаем его справедливым, гуманистичным, объективным, фактологичным, то есть опирающимся на факты и просто логичным. И последнее. Я думаю, что вы все выбрали, ну, я для издателей специально подобрала это выражение, у вас у всех сформирована внутренняя саморецензия. Именно ее нам не хватало, не хватает часто, потому что мы разрешаем себе, наверное, иногда манипулировать, да, не будем уж представлять такими себя идеальными. Иногда мы подаемся манипуляции, потому что это удобно, иногда мы, то есть притворяемся, что мы не распознаем манипуляцию или делаем вид, что потому что себе дороже. Так считаем. Итак, будьте всегда в экологичной ситуации, будьте, если увлекаетесь креативом, будьте озабочены тем, как этот креатив отзовется, да, в сердцах наших окружающих. спасибо вам за внимание большое, кто-то уже, наверное, заскучал, может быть, вы вопросы зададите мне. Вы знаете, я вчера психологом в другом институте, заочником, попросила, просто не успела обработать, что-нибудь через материал, я их попросила написать, изучают они русский язык и культуру речи, а я их просила написать, что такое речевая манипуляция. Не успела, правда, обработать, к сожалению, может, не стоило, но они подходили и говорили, Ольга Ивановна, вы правильно поднимаете этот вопрос, правильно делаете, что поднимаете этот вопрос, конечно, и нужно говорить об этом со всеми, то есть нужно и ученые пишут, также в НИСОН со студентами, что нужно изучать и просвещать народ о том, что такое манипуляция, как с ней быть, и это действительно культура, культура заботится об экологии. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо и вам.